Крапова Татьяна Курбатова, Иванова, Крапова 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 Так Давайте Голосовать тогда Первое Значит сперва идут Станислав Донских Кто за? Опять же Ладно Давайте все пять человек Давайте все пять человек Давайте все пять человек Значит Иванова, Курбатова, Крапова, Иданских и Андреева За? За Давайте Щечки Так Счетчики Пошу, пожалуйста, встать и начать считать Кто? Где все? Не вижу Иванова, Курбатова, Стас, Андреева Так Все на своих местах Так Все на своих местах Так, считай Так Предлагаем кандидатуры Председатели Значит Виктор Куприанов Кто за? Виктор Да Сейчас Сейчас покажем Председатели собрания Что тут знать Виктор, встаньте Пожалуйста Кто за? Считаем Не отпускаем, пожалуйста, бумажки Или Это Верналась ВRepens 2 2 3 3 15 10 16 27 17 20 Подождите, а мы считали вместе с тобой? Амфитеакт считала? Я считала, что в 40 годах сказала, что здесь 11, а мы считали, что в 21 годах. Поднимите еще раз все руки. Ребята, вы слышите против? Да, конечно, ты против. Будем, будем, не переживайте. Сколько? Сережа, сколько там? Сколько там? 63. 63. 53. 116. Проголосовала за Виктора Куприянова. Так. Прошу проголосовать за Тамару Черникову. Тамара встанет, чтобы люди тоже знали. Пожалуйста, вот. Считаем. Руки не отпускать, пожалуйста. Председатель собрания Черникова Тамару. Потому что у меня два огорода. Я еще третий. Я еще третий. Ира, сколько у тебя? Это же не правильный. Я, ну, сладо, слышно, садик. Один, кто не хочет сладо, но сладо, но сладо. Это не правильный. Я, ну, права. Давайте перимоним. А, скидывают нам, ну, скидывают. Счетная комиссия наша, скидывает одну сторону. Вася, говорят, это неправильно, надо с нами править. Так, 30. Счетная комиссия, вы чего? А кто там считает? Андрея и Дамский. Так, за Тамару Черникову проголосовали 30. Так, а вдруг сказали, что неправильно считала та сторона. Та сторона теперь неправильно считала. Неправильно считала. Как неправильно? Давайте, да, да. Там идет оплатизм. Это уже попытки. Давайте следующего, значит, кандидатуру вашу уже сейчас будет. Слава Вячеслав Никитин. Председателя собрания. Вот сейчас у меня брать. Да, у меня. Так, у меня. Так, четыре. Не голосовали. Василий, прикажи, что те, кто голосовал, не сомневаюсь. На русский парксис. Сколь бы, те, кто уже голосовал, второй раз не голосовать. Здрасте, а уже голосовали, когда Черникова выбирали? Светилева, как голосовали? И оттуда тут узнаешь, что теперь не голосовал? Кто до этого говорил, что не считал? Чего не надо? Так, голосует кто-то один с участка, а не двое с одного участка. Вася, а первый раз голосовали, там по десять голосовало. Вася, 30 записал? Вася, не ждал. Что? Вася, а там нет. Так, за Вячеслава Никитина проголосовали. Получается, 107. Неправда. Сразу неправда, конечно неправда. Значит, выбрали Виктора Куприанова. Пожалуйста. Виктор. А, протоколиста, да, еще. А кто против? Вы вчера тоже против, не считали. Вы вчера тоже не считали против. Так, значит, начнем. Выборы протоколиста. Но это уже, это специально провокатором. Вчера было то же самое. Вчера было нелегитимное собрание. Так, выбрали кандидатуру, значит, председателя собрания Виктора Куприанова. Прошу на сцену. Правильно, 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 правильно. Лопаем, лопаем, покажите. Добрый вечер. Уважаемые члены товарищества. Я очень рад, что вы доверили мне вести ваше собрание. Поэтому... Уважаемые дамы и господа. Вот, глядя на меня сейчас, скажите, пожалуйста, кому я сделал, что плохо? Ведь никому я еще ничего плохого не сделал, чтобы начинать уже портить собрание. А теперь, разрешите продолжить дальше. Нам нужно избрать протоколиста собрания. Для этого предлагается... Извините, что заранее недостаточно. Для этого предлагается кандидатура Александра Бочинс... Богинс, да? Участок номер 70-й... 700-й, 700-й. Не слышал, да? Нет. А, извините. И Надежда Донских, участок 794. Я предлагаю голосовать... У меня еще есть предложение. Сейчас, секундочку, секундочку. Я предлагаю голосовать и закаживаю кандидатуру в отдельности. Есть ли другие предложения? Есть. А Веричева, Елена. А вот. Как правильно? А Веричева. А Веричева. А Веричева. А Веричева, Елена. Есть ли еще у вас кандидатуры? Нет. Нет. А вы можете ответить за кадром по поведению в Веричево-Заразе, чтобы на столице взять 30 км. Что это такое? Не понял. Три протокола. Какие три протокола я предлагаю? Троих. Троих. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Давайте приступим к голосованию по поступлению кандидатур. Причем имя. Малышев Николай, Ежемер, Веричев. Да, пиши. Приятного родственника. Как фамилия правильно? Малышев Николай. Еще есть предложение? Нет предложения, да? Поэтому голосуем по мере поступления. Кто за то, чтобы протоколистом избрать Александра Богин? Александра Богин. Прошу голосовать. Счетная комиссия. Приступите к работе. Не отпускать руки. Для всех судьбов. Что? Три. Три. Одиннадцать. Опять одиннадцать. Почему опять? Что-то сумму не меняешь. А, девятнадцать. Девятнадцать. Шестьдесят. Ну, нам, конечно, неправильно. Там это идиотипа, может, так и все записать. Спасибо. Отпустите. Я не знаю. Я говорю, надо было наносить. Да, они ему. А это было, никто не считаешь? Нет, почему? Он там не считает. Себя еще проверим. За Александра Богин проголосовало 136 человек. Кто? Кто? За то, чтобы протоколистом была надежда Донских. Прошу голосовать. Счетная комиссия. Приступите к работе. Руки держат до конца. Мы с бабушкой пошли. За надежду Донских проголосовало 27 человек. Кто за то, чтобы протоколистами избрать Аверичева? Правильно я сказал, да, фамилия? Елену. Прошу голосовать. Счетная комиссия. Приступите к работе. Тихо-тихо. 13-й. Чего вы так поздно? За верящую Елену проголосовало 63 человека. Кто за то, чтобы протоколистом избрать? Малышева Николая. Прошу голосовать. Счетная комиссия, приступите к работе. Счетная комиссия. Счетная комиссия, приступите к работе. Кто воздержался? Воздержались. Раз, два, три, четыре. Таким образом, протоколистом избран Александр Богин. Уважаемые дамы и господа, нигде не сказано, что должно быть два, три, четыре, пять. Мы выбирали одного. Было четыре кандидатуры. И из четырех кандидатур был избран один. Прошу любить и жаловать. Неужели так не слышно так? Раз, два, три. Так слышно, да? Спасибо. Спасибо. Уважаемые товарищи. На учете в товариществе состоит 1147 членов товарищества. Присутствует на сегодняшний момент 201 членов товарищества. По уставу и по закону собрание неправомощно сегодня открыться, потому что должно быть 50 плюс 1 процент. Для чего мы избрали председателя и секретаря и сейчас озвучим повестку дня? Для того, чтобы через какое-то время сейчас определяться, и вам скажут дату и число, будет повторное собрание с данной повесткой дня. Давайте, ребята, господа, давайте действовать четко по законам. По какому закону вы действуете? Где? Покажите в уставе. Мы сейчас покажем в устав, где это четко сказано. Все, не будем заводить. В связи с этим, что кворума нету... У кого-то есть какие-то предложения? В связи с тем, что... Да, прошу вас. Добрый день. Так слышно, да? Значит, есть такое предложение согласиться, что сегодняшнее собрание неправомощно, но нам бы надо принять решение о проведении аудита полного, независимого и после этого проводить собрание. После этого проводить собрание. Сначала аудит, чтобы не было кривотолков, чтобы не было подтасовки фактов, чтобы не было просто болтовни здесь, пустой. Вот я бы предлагаю вот это. Если мы не можем принять, то предложить правлению принять такое решение. Пусть проведет полный аудит. И мы будем знать, потому что правление, оно существует. Не надо оно... Это они условно разбежались. У них война. Нам не же личностная основа. Понимаете? Иван Иванович с Петром Петровичем поругались. А нам это дерьмо надо разгребать. Вот и все. Поэтому такое предложение признать сегодня собрание недействительным, но дать поручение правлению организовать независимый аудит, довести его до сведения всех и после этого уже делать выводы, объявлять вот он недоверие, не объявлять вот он недоверие, менять правление, не менять. А вообще нужно еще поставить вопрос, это уже перед нами. Нам нужно полное правление. Два на два – война. Третий – это баланс будет. Был сдвигов, был баланс. Не стало сдвигово, баланса не стало. То есть не самого сдвигово, а пятого человека. У меня все. Спасибо за внимание. Продолжение поступило, конечно, правильное, но в связи с тем, что форума нет, собрание не может принять такое решение. Поэтому у меня сейчас возникла мысль и хочу ее предложить. Так как собрание будет назначено с данной повесткой дня, 6 октября 2016 года, здесь же в ДК, поэтому за этот период члены правления должны, обязаны будут с подписями собрать подписи под данным вопросом о проведении аудиторской проверки, полной аудиторской проверки. Значит, если это будет более, значит, это письменное, это должно быть 100%. Извините, а 6 числа никак не провести за такими словами? Почему? По закону 7 дней? Нет. По закону 7 дней, да. По уставу. Поэтому только вот так вот. Если хотим, чтобы это все-таки было более качественно, на самом деле нужно собраться всем, чтобы можно было решить. Что будет? Тиль. А, тиль? Ну тогда надо согласовать. Я думаю, что, наверное, мы члены правления тоже, да, я понимаю? Наверное, члены правления, да, определятся по дате, но за этот период, значит, надо прозондировать вопрос аудиторской проверки. На самом деле это правильно. Уважаемые товарищи, на этом наше, будем говорить, собрание закончено. У кого есть вопросы, прошу подойти сюда, будем конкретно отвечать. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.